Звуки классической музыки, дамы в бальных платьях, кавалеры во фраках. Все это невольно заставляет погрузиться в атмосферу давно минувших дней. Именно так уже пятый раз казанцы встретили День православной молодежи. Традиция проведения Сретенского балом корнями уходит в дореволюционную Россию и сегодня она вновь возрождается в молодежной среде. На костюмированном праздничном вечере побывала Эльдара Юпф. Ангелина Чурашова на Сретенском балу уже в четвертый раз. Говорит, что с самого детства мечтала погрузиться в дореволюционную атмосферу. Я очень хотела бы в то время попасть, чтобы побыть на балах тоже, побыть, увидеть царя тоже, быть царей, жить. Я очень обожаю твоих. Историческая справка. Последний Сретенский бал в Российской империи состоялся 13 февраля 1903 года в Зимнем дворце. В танцевальном вечерах для революционной России были формы общения молодежи дворянского и купеческого сословий. Возрождение традиции – это шаг в будущее, считает организатор торжества. Павильная традиция в нашем государстве, конечно, была прервана. Это было связано и с революцией, и сменой. Сменой все-таки мы должны отметить, что культура дореволюционной Руси и Советского Союза – это все-таки для различной культуры. И сегодня мы на самом деле пытаемся восстановить эту традицию. Кадриль, полька, вальс цветов – балы в стиле 19 века уже стали доброй традицией. Для православной молодежи – Сретенский бал, школа прекрасных отношений, место возможных знакомств и просто приятный необычный отдых. Мы должны поднимать вот эту многовековую историю и не забывать о том, что было раньше, и все-таки привыкать к такой высокой культуре. В течение нескольких месяцев, два раза в неделю, ребята собирались на двухчасовые репетиции с профессиональным хореографом. Труды не прошли даром, довольны и зрители, и сами участники бала. Мы приезжие, мы не посещали репетиции, но мы готовили наряды, мы готовили нашу группу, которая сюда приедет. Конечно, морально настраивались и ожидали этот праздник. Танцы и классическая музыка – неприходящие ценности, которые помогают молодым людям развиваться эстетически, учат их чувствовать прекрасное. Участники бала признаются, где еще можно повстречать столько галатных кавалеров и прекрасных дам в настоящих бальных платьях. Ильдар Айпов, Андрессен, Тальцев, столица.